Городская энергетика. Эту тему обсуждали на заседании консультационного комитета по энергетическому развитию. Свой план развития представила компания «Экологические системы». За что не возьмись в коммунальном хозяйстве, а все равно от энергетического планирования не уйти. Теперь это уже понимают и городские чиновники. Намерены взять на вооружение не просто энергоэффективные мероприятия, а весь баланс энергетической системы. Для этого, собственно, и нужен энергетический план. Мы должны еще раз перейти от теории к практике. Перейти системно, перейти планированно, с учетом анализа действующей ситуации на сегодня и с учетом конкретных предложений по поводу ее улучшения в будущем. С практической составляющей до 2016 и стратегической своего плана до 2025 года знакомит представитель энергосервисной компании. Им уже приходилось разрабатывать нечто подобное в других городах. Запорожье задача шире – охватить все секторы, в том числе переработку отходов. Предлагают, как Голландии, построить мусороперерабатывающие заводы, оттуда брать тепло и электроэнергию для своих нужд. Приводят пример Европы, где главная задача на ближайшие 10 лет – термомодернизация зданий. В итоге рассчитывают прийти к стандарту 15 кВт-час на метр квадратный год. Для сравнения, в Запорожье сейчас тот же показатель – 260-300 кВт-час на метр квадратный год, как это в Германии было в середине 60-х. Мне кажется, наиболее такая угрожающая перспектива – это жить в Запорожье 20-го года и платить в 10 раз больше, чем наши коллеги в Европе. По задумке авторов, изменить ситуацию должен энергетический план. Хотя сами признают, это вовсе не догма, а некое видение. В три этапа – капитализация фондов, запуск и реализация инвестпроектов до 2025 года – рассчитывают снизить потребности в тепле в три раза – на 70% в электроэнергии и на 80% в природном газе. Говорят, попробуют снизить тарифы и повысить комфортность услуг. Хотя уже сейчас, ясно, придется привлекать международные инвестиции. В любом случае, обещают состыковать теорию с практикой через год на муниципальном энергетическом форуме.